Микс Ньюс. Добрый день, уважаемые радиослушатели, и добрый вечер. Как мы уже анонсировали, член правления партии Согласия Андрей Сморозов у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. И повод, я думаю, что вы, уважаемые радиослушатели, догадались, самое что не подходящее, завтра состоится конгресс или съезд партии Согласия. Многие действительно считают его судьбоносным, поскольку предстоит избрать иного руководства партии правления. Лидеры Согласия говорят о необходимости перемен. Звучит даже слово «кризис». Я знаю, что и вы упоминали, по-моему, в интервью агентству «Лето» вот это слово «кризис». Действительно ли так все драматично? Поскольку, если мы возьмем так, не знаю, сухую статистику, ну, нельзя сказать, что Согласия за последние годы проиграла хоть какие-то выборы. Рейтинг, да, снижается, но, тем не менее, по-прежнему Согласия – самая популярная партия в стране. Может быть, вы, как и ваши коллеги по Согласию, сами драматизируете ситуацию? Я думаю, Абик, драматизация – это обосновано, потому что мы – одна из старейших партий в Латвии и самая большая, крупная партия на данный момент, порядка трех с половиной тысячи спартийцев у нас. И, знаете, жизнь, она как спираль, и также эта партийная жизнь, она тоже как спираль, и мы, наверное, находимся сейчас на одном из виражей, большому счету, и вот решение, или мы идем дальше вниз, пикируем, или все-таки идем вверх. Я думаю, что партия настолько крепка, чтобы идти вверх, дабы у нас есть большой опыт в политике, и, опять же, очень много молодых и заинтересованных в политике людей, которые горячими глазами готовы идти, так можно сказать, в бой, в политический бой и участвовать в жизни Латвии. В развитии. Да, вот все-таки, как вам кажется, какие ключевые ошибки за последние годы допустило согласие, если вы считаете, что действительно нужны серьезные перемены, в чем ошибки? Ну, есть разные мнения, другие, одни говорят, что по существу вот эти скандалы искусственно инспирированные, связанные с Рижской Думой, другие говорят, что Рижская Дума это только один из эпизодов, вот председатель Сеймовской фракции согласия Урбанович, тоже на днях заявил о том, что, ну да, партия, наверное, каким-то образом потеряла ориентир, отошла от программы, не Ушаков говорил о высокомерности, которая вот, не знаю, в партии самоуверенности, вот такое слово он произнес. Как вы оцениваете ситуацию? Я оцениваю ситуацию в том, что в последнее время, наверное, мы были партией одного человека, да, но партия, партия, она не состоит только из Риги, если мы смотрим глобально на Латвию, то партия состоит из множества ячеек, множества отделений, которые по всей Латвии находятся, и также саппортийцев, которые готовы участвовать не только в партийной жизни, но и в жизни Латвии, и в развитии Латвии. Поэтому был период, когда это было правильное решение идти на одного лидера и развивать партию в этом направлении, но сейчас, я думаю, что время поменялось, и так как Курбанович говорит насчет старого доброго согласия, я считаю, что здесь же пригодится не только опыт политический, богатый опыт старейших наших политиков, политиков, но, опять же, повторюсь, и молодое поколение, которое готово. Вот, ну и не секрет, те, кто следят за новостями уже в курсе, что вы один из трех вот кандидатов на поседателя правления. Почему вы согласились вот поучаствовать в этой борьбе? Все-таки мы знаем, что у Лабановича очень большой опыт. Ну, Славик Домбровский может быть действительно из одного поколения с вами, да, но, тем не менее, там и депутат Сейма. Вот, правда, у вас тоже есть опыт работы в парламенте. Почему вы все-таки согласились? Ну, в партии я, член партии с 2008 года. Время бежит. 11 лет, да? Время бежит, да, уже 11 лет. И я считаю, что мой жизненный опыт и политический опыт не только пригодится, но и нужен для партии. Опять же, предложение, от которого я не мог отказаться благодаря моему движению Игоря Пименова и других, опять же, членов партии, которые работают в Риге. Поэтому было такое решение, и я думаю, это обосновано, так как новое поколение, и я руковожу, опять же, молодежной организацией, уже более пяти лет партийной, да, показывают в том, что у нас очень большой опыт не только в политике Латвии, но и на международном уровне. И мы можем руководить партией, ведь речь не идет не только обо мне, как о данном персоне, но это о команде людей. И тут я вижу команду не конкретных людей, да, например, как она называется, но людей, которые реально работают в партии уже годами или новые приходящие, потому что новые, например, несмотря на тот кризис, который сейчас в партии есть, приходят новые люди, которые заинтересованы в политическом движении партии Согласия, и им близки также социал-демократические ценности. Но они замечают сразу же, что они хотят работать более активно, более активно отстаивать свои интересы, и также мы видим, что более активно надо работать не только на самоуправлениях, но и в парламентском уровне, да, потому что хорошая оппозиция очень трудна для коалиции, да. Ну, а вот молодежь, есть у нее перспективы, согласие, потому что многие говорят о том, что все равно на виду в основном одни и те же, что молодых людей очень мало, которые, не знаю, выбились здесь, так можно сказать, наверх. Смена поколения, я думаю, должна быть, но мое это глубокое убеждение, потому что как не сейчас, например, передать свои знания и практику молодому поколению, которое дальше будет работать на благо Латвии. И нам надо думать не только о сегодняшнем дне, а о будущем, о будущем, а о нашей столице, нашей Родине и о языке, например, да. Вот интересно, если мы говорим вообще о социал-демократии, вы их упомянули, все-таки вот на ваш взгляд, что сейчас должно быть самое главное для согласия, какие должны быть приоритеты, поскольку, ну, социал-демократия – такое более широкое понятие, ну, мы знаем сейчас, к примеру, всеми обсуждается бюджет на 2020 год. Ну, понятно, что, наверное, есть позиции у согласия, да. Мы знаем, что коалиция готовит, ну, по существу, сворачивание образования на языках нацменьшинств, да. Это тоже, видимо, поскольку среди согласия, среди избирателей согласия защитная часть русскоязычного населения, они тоже ждут какой-то реакции, согласия. Как должна действовать партия, на ваш взгляд? В одном вопросе много вопросов, опять же, да. Да, мы попытаемся, да, постепенно. Начнем, наверное, с языка. И так как я отстаивал билингвальное образование, будучи в 12-м сейме, работая в комиссии по образованию и спорту, то считаю, что наша партия должна отстаивать, так как мы находимся в парламенте, нам надо отстаивать, опять же, билингвальное образование и образование на русском языке, обязательно. отстаивать не только его в парламенте, но и в суде. То, что мы делаем, мы подаем риски в суд, и, как принято, то самое малейшее, например, даже решение, проходящее в семье, оно не остается, как бы, можно сказать, безнаказанным, да. След всегда остается. И мы, конечно, интенсивно и интенсивнее будем отстаивать интересы наших избирателей и интересы их семей, по большому счету, да. Не вопрос. Мы живем в стране, в которой есть государственный язык, латышский язык, для меня это родной язык, и нам надо отстаивать интересы родного языка. Но большое количество, порядка 38% семейный, язык семьи, это русский язык, например, да. Поэтому спрос он есть. И, в принципе, люди даже заслуживают уважение, да. Да, спрос он есть. Для меня, например, позиция, что школы на смершинство, они должны быть. Если мы говорим о бюджете, то мы видим, что коалиционная сила не исполняет те обязательства, которые они говорили предвыборное время, да, и отказываются от них, просто забыли. Поэтому наша позиция должна быть строгая и целенаправленно им напоминать все, о чем они обещали, да. И если мы говорим, например, неисполнение закона, это повышение заработных плата медикам, то Конституционный суд должен решать этот вопрос. Кто прав принятие коалиции незаконных решений или все-таки закон, который надо исполнять? Ну да, потому что фактически в законе все записано, а правящие грубо его игнорируют. Так что это вопрос. Вот как, на Ваше взгляд, вот такой, может быть, парадокс, не парадокс, но мы видим, что, в принципе, поскольку Латвия, ну, мягко говоря, не очень богатая страна, большое количество малообеспеченных, маломущих людей, которые, вроде бы, идеи социал-демократии должны быть близки, но это мы не всегда видим во время голосования. В парламенте голосуют за партии, ну, скажем так, крупного капитала и потом удивляются, почему вот мало принимаются решений по повышению уровня жизни людей. Это очень тоже интересный вопрос. Наверное, ввиду того, что мы видим последнее решение коллекционных сил насчет повышения софинансирования партий, да, это полностью показывает их лицо. Забрать деньги у детей с обедов, у педагогов зарплат и дать себе, например, да, а потом с широкой руки отдать государственному медиу что-то, откинуть какую-то косточку, это, например. Я думаю, что нашему избирателю, жителю Латвии надо, ну, раз уже понять, да, как выбирать и обязательно идти на выборы, несмотря какие это выборы государственного уровня, Европарламента или самоуправления, из этого исходит все дальнейшее направление. Конечно, многие могут сказать, что и согласие есть, отрицательные черты и нарушения, да, соглашусь с этим, есть черты, над которыми надо работать, есть решения неправильные, которые надо исправлять, например, да, но если смотреть на работу согласия в Риге за то время, пока согласие руководило Риге, было так и хорошее направление, и были, конечно, ошибки, в последнее время, может быть, под натиском и давлением, конечно, было больше ошибок, чем позитивных, наверное, так, отголосок, но это смотря на что, например, ставят ударение, да, так можно сказать, поэтому согласие я готова работать над своими ошибками, нам уже, наверное, не приходится говорить о том, что нам надо учиться на чем-то, потому что у нас есть большой опыт, как я говорил изначально, да, это более 20 лет партия, поэтому у нас есть у кого спросить, например, направление правильных решений, если есть какие-то вопросы, а не говорить о том, что мы будем какой-то период времени, к примеру, изучать вопрос или студировать его, думать, как, что делать дальше, как нам жить. – Ну вот, тоже такой очень интересный вопрос, связанный, наверное, вам тоже его сейчас узнают, связанный с возможными союзниками согласия, но мы видим, что в парламенте их нет, но в Рижской Думе они вроде бы были до сих пор, хотя сейчас тоже отношения ухудшились, я имею в виду между согласием и ГКР, то есть честь служит Риге, об этом, может быть, мы чуть поговорим во второй части. Все-таки, на ваш взгляд, нужно ли согласию как-то стремиться искать каких-то, не знаю, союзников? – Я думаю, при смене поколения, да, союзники будут больше, чем сейчас, например. Почему? Так как, если говорят о национальных вопросах, которые возникают перед выборами, например, да, и очень часто они, как отрицательный тендер идут перед выборами, показать, что из мухи можно сделать слона, например, да, и для того, чтобы снять какое-то напряжение, выбирают вот это внимание политическими этими вопросами, да, национальными вопросами, то при новом поколении уже это нельзя говорить. Ты, оно уже не работает. Почему? Потому что то поколение, например, я, которое родилось, например, еще, да, в Советском Союзе, я 82-го года рождения. – Ну, есть и те, которые вообще родились уже в независимой Латвии, да, так сказать. – Да, опять же, это тоже большое поколение, это порядка 30 лет, да. – Да. – Это уже взрослые люди. – Ну, у нас не было, например, выбора страны, в которой родиться, да, но у нас есть выбор стране, в которой жить. – Это правда. – Латвия – это наша родина, мы знаем госязык. И говорить нам о том, что в чемодан вокзал куда-то поехать, тоже половина Латвии уехала, да, и та большая половина, которая уехала, это национальная… – Латыши по существу, да. – Да, по Латыши, по существу и по паспорту, и по всему остальному, по большому счету, да, поэтому… – Вот это проблема, да, демографическая катастрофа – по большому счету. – Да, по большому счету это да. Ну, и если мы смотрим, что определенные партии этот вопрос начинают решать, но этот вопрос надо было решать уже давным-давно, и проблема уже не будет решена, там, например, большим количеством детей в семье, да, у меня трое детей, например, тоже, да, и… – То есть, вы все-таки верите в будущее Латвии, что у вас здесь трое детей, да? – Я не только верю, но и работаю в направлении будущего Латвия, поэтому так. – 612-12-939, телефон прямого эфира, 612-13-939, также есть возможность на WhatsApp присылать сообщение, задать вопрос, прокомментировать, 230-6191, вот у нас, кажется, есть и комментарии. И… Андрей Сморозов у нас в студии, член правления партии «Согласие». Вот такой вопрос, который я хотел вам задать, на ваш взгляд, что сейчас делать в Рижской думе вот фракции «Согласие», есть разные мнения на сей счет, кто-то говорит о том, что если появились серьезные и, не знаю, идеологические, тактические разногласия, в том числе по бюджету, с партнером, с честь служит Риге, с основным партнером, то надо встать и уйти в оппозицию. Другие говорят о том, что зачем же самим отдавать власть и фактически терять возможность выполнить те обещания, которые были даны согласием избирателям. Как поступить? – В данном случае я соглашусь со вторым направлением в том, что данное обещание надо держать и напомнить о том партнерам, что мы-то все-таки участвовали с одного списка и обещания мы давали вместе. Поэтому отказываться от обещания было бы неправильно и в данном случае позиция «Согласия» в Рижской думе, она обоснована. – Если говорить о том, что происходит в Рижской думе, да, в куларах мы видим очень резонансное сообщение и то, что происходит. Я думаю, что все люди надо остыть, сесть за стол переговоров, найти общий язык и работать дальше. Потому что перевыборы, они не нужны ни одной партии, ни одному депутату, и тем более Рижану. Да, все думают, что за последние три года уже устали от выборов. – В принципе, вы думаете, что вот эта дума, вернее, эта коалиция в таком составе должна руководить городом до момента очередных выборов, до июня 2021 года? – На данный момент я не вижу таких больших препятствий, которые неразрешимы. Я вижу, что всегда можно договориться и политика – это компромисс. – Да, ну, по поводу компромисса, может быть, и вопрос наших радиослушателей. Одевайте, пожалуйста, наушники, будем принимать звонки. Добрый вечер. Слушаю вас, пожалуйста. – Добрый вечер. Много к вам вопросов, согласен. Но вот вы сейчас сказали, что финансирование партий, якобы вы против. Но вы же своим воздержанием, которым посадили Мурницу во главе Сейма, и сейчас все воздержались. То есть, как бы вашим воздержанием, опять же, это финансирование партий прошло. Ну, о чем вы говорите? – Ну, финансирование партий еще вопрос нерешенный. Да, и это была первая точка чтения. Как мы знаем, закон принимается в трех чтениях. Поэтому сейчас идет обсуждение и голосование еще не закончилось. – То есть, вы думаете, что какие-то коррективы могут быть в этом законе? – Да, позиция согласия все-таки в том, что мы против, опять же, увеличения софинансирования партий. Так как, с одной стороны, как я уже говорил, это забранные деньги учителей и детей. С другой стороны, это уже не демократия. Мы просто перечеркнем варианты, например, вхождение в политику новых партий, новых мнений, новых людей. И если мы смотрим на развитие страны, я думаю, что должна быть структура, например, направления в развитии политических жизней также республики. – Да. То есть, фактически, вы считаете, что вообще сейчас не нужно даже говорить об увеличении субсидий из госбюджета партии? – Ну, посмотрите, вот, Абик, политическая ситуация в Латвии. У нас есть партия, которая заняла второе место, если не ошибаюсь, после выборов, это порядка 600 тысяч евро, которые после вступления закона они могут получить. – Но по факту… – Больше полумиллиона, да. – Да. Но по факту этой партии уже нет. Партия неоднократно уже проводила конгрессы и не собирала своих участников на конгресс. по факту это получается так, что… – Я так понимаю, часть людей уже вообще вышли из фракции, по-моему, три человека. – Да. Один-два человека могут получить эти государственные деньги. Зачем? Кому и почему это надо делать? – Хороший вопрос, да. На него, может быть, мы еще тоже попытаемся ответить. Андрей Сморозов у нас в студии, член правления партии «Согласие». Привернемся ненадолго рекламой и потом вернемся в студию. Андрей Сморозов у нас в студии, член правления партии «Согласие». Вот мы говорим в том числе и о завтрашнем конгрессе партии «Согласие». Очень важно. На нем, напомню, будет выбирать и председателя правления. Ну, видимо, потом и замы у него появятся, у председателя и будет избирать и Думу партийную, и членов правления. Вот один из кандидатов как раз вот наш сегодняшний гость. Как вам кажется, есть ли вот, предположим, ситуацию, что вас избирает председателем партии. У вас, наверное, есть какая-то, не знаю, там, программа, какое-то видение, как нужно партию поменять, что дальше делать? Конечно, есть видение и программа. Посмотрим, завтра будет первое голосование в истории, наверное, партии, когда оно будет закрытым голосованием, неоткрытым голосованием, что делает выборы, ну, более непредсказуемыми, несмотря на те высказывания, которые делают и лидеры партии, и аналитики политические, да. Поэтому, ну, посмотрим, поживем, увидим, как говорится. Если говорить о планах и направлении развития партии, то считаю, что, как уже говорил, да, партия не одного человека, а командная работа должна идти в направлении развития партии и дальше государства нашей страны. Поэтому команда, это начиная от члена партии, заканчивая депутатами и руководителями, да, правлением. Когда правление не слышит, что говорит член партии, например, это уже неправильно, и... А если такое, да? Тогда мы и говорим насчет кризиса и стагнации развития нашей партии. Вот. Вот здесь тоже мнение, вы упомянули о том, что время, когда это была партия одного человека, оно прошло. Да, вот многие считают, что, наверное, какие-то претензии можно предъявлять и обоснованные, и к Нилу Шакову, все-таки 10 лет был он у роля партии. С другой стороны, многие считают, что именно он, как паровоз, как бы обеспечивал не только, вот там, не знаю, популярность партии на протяжении последних, ну, скажем, 10 лет, но и обеспечивал широкое представительство однопартийцев, потому что за ним, вот сложно, если так можно сказать, паровозиком шли и менее узнаваемые кандидаты. Есть, как я говорил, ошибки, есть и плюсы, да, но это был период, когда для партии и политики, например, руководство одного человека и в движении одного человека, это было правильным, может быть, решением. Если посмотреть тот период времени правления Нилу Шакова, то партия также поднялась, да, и благодаря его работе, благодаря работе команды, но время меняется, и, может быть, мы остановились уже на том периоде, когда мы должны выходить уже на другой уровень и пересматривать свои дальнейшие направления, работа, реконструкция, например, работы по вашему счету, да, ведь не зря говоря, что и, например, компания, когда период работы, она идет, какой-то уровень достигается, да, и или идет выше компания развития, также мы можем поставить партию и компанию, то или она идет выше, или она начинает планомерно падать, но с одной или с другой скоростью. Просто приходит решение, принятие решения, когда надо менять вектор, наверное, да, и выходить уже на другой уровень. Да. Давайте примем звонки наших радиослушателей. 612-939, телефон прямого эфира. Добрый день, слушаю вас, пожалуйста. Добрый день. Да, пожалуйста. Добрый день. Еще один вопрос по поводу кадровой политики. Ну, вот у вас там были такие откровенные провалы, начиная с Алексея Холостова и кончая вот этой четверкой, когда там отключали. Как будет вестись политика в дальнейшем? Ну, показала практика, что ставка на одного человека, в общем-то, себя не оправдала. То есть, населению известны несколько человек, а абсолютное большинство членов партии вообще никак не фигурируют. Спасибо большое. Но это, может быть, то, о чем у нас сегодняшний гость и говорил с самого начала, что нужно обновлять команду, омолаживать ее. Вот по поводу кадровой политики на данный момент. Как мы видим, тот резонанс, который выходит в СМИ, например, о партии согласия в последнее время, правильно, что он есть обоснованный и не обоснованный, поэтому надо анализировать. Чтобы не повторяться, опять же, больше скажу так, что мое мнение по тем вопросам, которые мы видим в СМИ, если правоохранительные органы докажут и покажут, в чем проблема, то, конечно, партия должна принимать критические решения по людям. И сложить мандат, это, наверное, минимальный вопрос, который мы можем просить. Но у каждого есть совесть и каждый взрослый человек должен принимать свое решение, правильно он и неправильно поступает. Если говорить о кадрах, то в партии сейчас на данный момент, мое мнение, есть большое количество людей, которые все-таки работают в партии и участвуют в жизни партии по искренним намерениям и по искреннему желанию, но есть часть тех людей, которые работают или при партии в чисто своих совокупных интересах. Да, это не секрет, поэтому также надо проводить анализ и принимать решения по кадрам. Если говорить о людях, которые приходят, а не приходят на данный момент в партию, новые участники, новые партийцы, люди готовы, люди искренне говорят, что они хотят поменять. И также, я уже говорил об этом, просят о том, что партия должна более интенсивнее работать над вопросами, отстаивать интересы своего избирателя. Андрей Сморозов, у нас в студии еще, может быть, такой вопрос, который я хотел вам задать. Вот уже с одной стороны говорят, что это была ошибка и исключение вот этой четверки депутатов Рижской думы из фракции согласия других, говорят, что это было неизбежно. На ваш взгляд, нужно ли вот такие радикальные шаги в дальнейшем применять? Сложный вопрос, ввиду того, что четверка, которая вышла из коалиции и из фракции согласия, это мои друзья. И многие говорят... Для вас это принципы болезни. Меня уже, да, смотрели изначально, не пойдет ли Морозов следующий за ними. Я, как говорил, я в партии уже с 2008 года, наверное, Вадим Бараник только был до меня, да, из пятерки, так называемой, четверки людей. Поэтому я не планирую менять и никогда не планировал менять партию и своих политических видов. Если говорить о политике, то у депутатов всегда или у человека есть возможность вернуться, да, написав заявление о входе, например, политической партии и отставив свои интересы. Но за каждым человеком есть право выбора. Да. Поэтому поживем и видим, но в дальнейшем, наверное, надо более корректно рассматривать решение, а не сгоряча просто рубить. Вот, может быть, о политической ситуации, не знаю, о политической платформе. Вот на ваш взгляд, как долго вот эта вот волна, ну, скажем так, националистическая, она будет давлеть над латвийской политикой? Мы уже... Вы тоже упомянули это языковой вопрос, но мы же видим, что фактически от Сейма к Сейму вот эта вот коалиция правящая, она становится все более и более националистической. Теперь вот, когда идут какие-то голосования по таким вопросам, вот мы видим, что ТБВС в Латвии соревнуется или наоборот новые консерваторы соревнуются с ТБВС в Латвии. Кто поддержит еще более радикальную инициативу? Вчера в первом чтении, к примеру, был одобрен новый закон об административных нарушениях, где сказано, что теперь запрещено будет в почтовые ящики бросать проспекты и буклеты на двух языках, если нет такого соответствующего запроса. То есть фактически получается так, что в стране Европейского Союза невозможно теперь будет просто даже рекламу или какую-то информацию важную о каком-то мероприятии, допустим, бросить в ящик на двух языках, не знаю, на латышском и русском, на латышском и английском. Да, у нас вот проживает много сейчас граждан других стран Европейского Союза, то есть они могут даже голосовать на выборах, да, но не могут получить никакую информацию. Ну, какой-то же абсурд. Абик, за неимением идей есть одна идея национального вопроса. Она вас требовала? Если да, мы видели, что эта идея была или вопрос возникал перед выборами, то есть сейчас мы видим, что на любой вопрос, который надо заретушировать, можно заретушировать понятием вопроса национального. Да? Когда в момент бюджета 2020 года поднимается вопрос о закрытии детсадов на русском языке, тогда из мухи просто делаю слона, чтобы слона было не видно, да, истинного. И этот вопрос, он всегда возникает. Ну, то есть фактически отличь внимание от проблем с бюджетом. Да, как мы видим, коалиция не работает полностью над развитием бюджета в плане того, чтобы увеличить объем денежных средств. Мы не разговариваем о развитии бизнеса, мы не разговариваем о развитии финансов, увеличении финансов иностранных, да, мы просто закрываем этот сектор намного проще, потому что ответственности скоро не надо будет нести вообще, не перед кем, да. Люди уезжают, хотя нам очень много говорят о том, что реэмиграция идет гражданам, но нет реэмиграции. Сядьте просто в самолет на Лондон и посмотрите сколько обратного, полетите обратно и сколько будет людей. Полный забитый самолет туда и полупустой самолет обратно. Вот она и эмиграция. Да, да, это не все так говорят, что туда самолеты забиты, обратно. Когда премьер говорит о том, что, ой, нам, знаете, надо сделать так, чтобы никто не заметил, как мы будем поднимать налоги, да, и ввиду того озеленения, налогоозеленения мы видим в том, что не каждый человек сможет позволить себе автотранспорт, при том, что у нас дороги просто разбиты и находимся мы на предпоследнем месте в еврозоне. Да, и на 27-м из 28-ми стран мы находимся по качеству дорог. Ниже только Румыния. О чем мы говорим, например? Не вижу ни одного решения вопроса новой коалиции в плане того, чтобы развивать Латвию и даже дошли до того, чтобы они просто не следят букве закона. Да, так мы говорили о врачах. Да. Еще один звонок примем. Добрый вечер. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Что делать вы? Слушайте от вашего гостя ответ на один вопрос, не касающийся ни Сейма, ни кого. Откажите, пожалуйста, в Режской дубе депутатов, прошедших по списку согласия, больше, чем депутатов, которые прошли по списку честь служить Риге. Или Латвии как-то честь служить Риге. Да. Откажите, пожалуйста, а почему все-таки мэр объединения честь служить Риге, а не от согласия? Это потому, что так надо было кому-то? Или потому, что в согласии нет достойных и умных людей, которые способны руководить таким городом, как Рига? Только ответьте, пожалуйста, конкретно, а не вокруг и около. Спасибо, удачи. Спасибо, Арун. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Я даже не знаю, может, его можно было адресовать и, не знаю, самим депутатом Рижской думы. Скорее всего, это было адресовано, да, депутатом Рижской думы. Ну, ваше мнение. Но, чисто по-человечески, я бы сказал так, что состав, входящий, например, по избирательному списку, он один. То есть, общий список согласия. Идеи давали обе партии. Да, процентуально или пропорционально деление оно есть. Понятно. Больше количество депутатов от согласия. Но я не вижу проблем в том, что от ГКР депутаты, прошедшие из одного списка, не могут занять пост мэра. Да, если посмотрим, то два поста мэра за, можно сказать, за согласие. Да, несмотря на внутреннюю... Да, но, тем не менее, по одному списку шли. Да, по одному списку. Поэтому я не думаю, что в этом большая проблема. Да, у каждого человека есть свое мнение, как мы видим. Например, после вступления на должность мы видим разные ответы на вопросы. У каждого есть свое мнение по национальным вопросам, по праздникам, которые проводятся в городе в определенные дни. У каждого есть свое мнение. Но все-таки Рига и депутатство работать в Риге – это привести самоуправление в порядок, чтобы жителям было удобно и приятно здесь жить. А также в город приезжало все больше, например, туристов и наслаждались нашим красивым городом. Вот это самое главное, а не смотреть, опять же, национальные ответы, вопросы. И думаю, что надо спрашивать качество. Качество работы, которое мы ожидаем от тех людей, которые пошли по списку. Да, тем более, насколько я, в принципе, понимаю, в любом случае у согласия больше депутатов во фракции или в Рижской Думе. Количественно, да. Да, конечно, у них все равно, у них нет 31 голоса, чтобы они диктовали условия. Поэтому в любом случае тут нужен компромисс. Да, компромисс должен быть. И почти три созыва. Мэром руководил депутат от списка согласия. Да, от согласия ГКР. Также участвует в работе, например, города. И почему не дать им такой шанс также руководить вместе. Не говорится об одной и другой партии, но мы идем к одному результату. Поэтому и сейчас согласия спрашивает результат от тех идей, с которыми мы шли на выбор. Что от них нельзя отказываться. Да. Вот такой хотел задать вопрос, такой более глобальный, но очень важный, поскольку я помню, что вы сами родом из Латгалии сейчас готовится, быстрыми темпами продвигается по парламенту административно-территориальная форма. Вы ее поддерживаете или нет? Потому что, с одной стороны, мы понимаем, что вот мы уже констатировали, демографическая ситуация, ну, очень тяжелая. Людей в провинции все меньше и меньше. В 119 самоуправлении многие считают, что это чересчур. С другой стороны, насколько обоснованно все эти вот нарезки территории произведены? – Количество самоуправления на данный момент, да, оно, наверное, велико для того населения, которое осталось в Латвии. – Осталось ли? – 119. – Да, скрывать нельзя. Осталось. Но, с другой стороны, очень много вопросов, которых при этой реформе все-таки не могут ответить даже реформаторы, да, которые это все делают. Если мы смотрим качество дорог, количество школ, да, необходима реформа. Мы говорим о количестве школах, но пропорциональное, оно не соответствует, опять же, доходам тех людей, которые живут вне Риги, да, или при Рижье, например. Если мы говорим о количестве, ну, там, о обедах, опять же, да, есть, ну, семьи в регионах, например, тех, которых для детей обед в школе – это основное питание его дневного рациона, да. Но как мы можем качественно покормить ребенка за евро 42. – А именно такая сумма выделяется, да? – Да, и как мы сейчас слышим, вот мы сэкономим деньги. Вы сэкономите деньги на количество депутатов, да, определенную сумму, но для того, чтобы построить дороги, этого не хватит. Для того, чтобы населить, ну, количеством людей наши поселки, города, так же это не будет, демографию мы не поднимем этим вопросом, например, да. Вот эти ключевые вопросы, которые не отвечают на реформу, она нужна, но она нужна, продуманная, и, как мы видим, изначально уже было 39, потом 33, сейчас уже 39, мне кажется. – 39 последнее, да. – Да, самоуправление, не факт, что оно еще тоже изменится. Я также думаю, что надо рассматривать, например, может быть, надо было рассматривать вопрос о Риге при Рижне, к примеру, да, но этот вопрос не рассматривается как таковой. И очень много таких сопутствующих вопросов, которых в быстром порядке они хотят решить, но потом мы видим то, что в долгосрочном периоде времени мы будем просто работать над ошибками. – Может быть, такой последний вопрос, который я хотел бы задать. Ну, мы знаем, что каждая партия реагирует на кризис, ну, наверное, каждая партия в Латвии, те, кто вообще еще существует, переживала в тот или иной момент кризис. Но так все, так бывает в жизни и не только в Латвии. Одни партии, реагируя на кризис, проводили изменения в руководстве, вообще радикально все меняли. Другие, вот как единство меняло название, стало новым единством. Нужно ли согласию, не знаю, менять название, становиться частью чего-либо более большого? Там кто-то говорит о реанимации, возрождении, объединении центра, согласия? Или не в этом суть? – Ну, я думаю, что, ну, если говорить о названии, как только нас не интерпретируют, да, но… – Вы не сторонник. – Не в названии проблема, да. Я думаю, что и не в названии вопрос, по вашему счету. Вопрос в том… – В той идеологии, которую мы представляем, да, в той ценности, которую мы представляем и в том направлении, как мы работаем. Поэтому не думаю, что кризис настолько там большой, чтобы закрывать партию и менять ее название, делать там обратно большой круг. У нас согласие и так состоит из-за многих партий и работы… – В свое время, да, там и социалисты, да. – Да, командная работа, она уже сложилась, поэтому на данный момент мы говорим о техническом кризисе, который мы просто должны взять период времени при новом управлении и новом составе, может быть, обоснованно спланировать, привести в порядок, их чувства и к выборам самого правления уже быть настолько сильными, чтобы, опять же, доказать и сделать то, о чем мы говорим все время. – То, что выборы председателя, вот правление партии согласия будет в закрытом режиме, это на ваш взгляд плюс или минус? – Я думаю, что это более плюс, чем минус, потому что все-таки наш состав партийный, он такой консервативен, да, и не каждый, может быть, свое мнение может высказать, так я скажу, открыто, да, поэтому на данный момент эти выборы первый раз будут закрытыми и это будет показать, опять же, да, куда мы идем, но понятно, что несмотря на конкуренцию на данный момент до завтрашнего дня мы готовы работать в команде и работать в том направлении, которое у нас назначено уже какое-то долгое время, это социал-демократические взгляды и развитие в Латвии. – Адрес Морозов, у нас был в студии, член правления партии согласия, завтра состоится конгресс, посмотрим, чем он закончится, будем следить и вам о нем рассказывать. Большое спасибо. – Спасибо вам. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.